Доброе утречко, друзья! У нас настал новый день, и мы собираемся сегодня в садик. Сегодня, друзья, понедельник, 6 мая, и на улице температура, конечно, удивляет. 17 градусов тепла показывает, и вот выхожу на балкон в маечке в шортах. Холодно, прохладно. Сейчас буду одевать детей и пойдём в садик, друзья. Доброе утро! Хотела попросить всех, кто смотрит, если ваше качество видео не такое хорошее, вы можете в настройках его поменять. Сама сейчас сижу, смотрю свои ролики, качество 360, ставит сам телефон, исходя из моего интернета, то есть от скорости интернета. Вот. А если у вас также можете поменять, у меня там качество до 4К, так что выбирайте, ставьте, смотрите в хорошем качестве, друзья. Друзья, отвела детей в садик. Как видите, в кофточке. Вроде бы как бы солнце греет, но прохладно на улице. И вот то, что мы ходили на пляж, был ветер, это и есть знак того, что температура в Турции сейчас очень изменилась. Здесь очень, конечно, странно. Я не припомню, чтобы в мае было так прохладно. Вот. Сейчас на улице что-то около 20 градусов, и вся эта неделя показывает, что ночью там 13, 14, 15 градусов тепла. Вот. Как-то и другие страны, смотрю, в других странах тоже как будто бы похолодание такое всеобщее. Вот. И даже вот у нас на родине тоже вот в Татарстане холодно сейчас до минусов, там даже где-то даже снег. И, друзья, пришла я в магазин. Давайте немножко по ценам посмотрим, пройдемся, сколько что стоит. Я знаю, что мои зрители любят именно вот по ценам смотреть. И с конца прям начну. Да, как раз зашла за молоком. Давайте вот прям с конца посмотрим цены. Уже не утверждаю, где там дорого, где дешево. Вообще, как бы, мне как-то на это уже, ну как сказать, постоянно цены меняются. Я уже даже устала за ними следить. Сахар 3 килограмма 116 лир. Буду самое такое, наверное, важное только озвучивать. Полтора килограмма соли 12 лир. Если брать рафинад, килограмм рафинада 34 лиры. Вот. Сейчас курс посмотрю. 2,83 к рублю. Значит, умножаем на 2,83. Недавно только 2,87 было. Так, смотрите. Значит, 3 штуки по 80 грамм. Это у нас тунец консервированный 79 лир. Огурчики 680 грамм 49 лир. Есть огурцы вот такие вот 3 килограмма 66 лир. Тут всякие соленья разные. Если вот корнишоны брать, то 33 лиры. Перцы 17 лир. И это у нас получается гонайден горошек консервированный. То есть в банке 34 лиры 680 грамм. Кукуруза 3 по 200 грамм 54 лиры. Если же одна такая банка кукурузы 340 грамм 29 лир. Мороженое можете ставить на стоп-кадр. Вот так вот сделаю. И посмотреть, кому интересно мороженое. Мороженое мы обычно дома делаем. Я помню, что мороженое раньше очень дешево стоило. Сейчас говорят, что здесь очень подорожало все. Мороженое особо мы даже не покупаем. Но иногда я беру, конечно, детям. Типа корнета вот такого вот. А еще мое любимое мороженое. Давайте я вам покажу. Которое я, если беру, так я его беру. Вот такое вот в печеньке. Внутри шоколадное и ванильное мороженое. Так. Далее. Давайте посмотрим здесь. Ну, эти всякие газировки. Швепс стоит 40 лир. Кола стоит литр 30. 1,25-34. 1,75-44. Пепси полторашка стоит 37. Йогурт. Йогурт 3 килограмма 99 лир. Айран литр 27 лир. 2 килограмма йогурта 58 лир. Вот. Сыры разные есть. Вот, смотрите. Сыр, допустим. Вот. Сузьмя пейонир. Это как наш, получается, творожный сыр. Сколько он стоит? 450 грамм. 74 лиры. Вот. Есть 700 грамм. Вот такого вот нарезанного сыра твёрдого. 149 лир, пишет. Сосиски. Килограмм сосисок и 69 лир. Это из курицы. Сыры есть другие разные. 300 грамм сыра. Вот. Вот такой вот. 85 лир. Есть сыр, как такой вот, как сказать, не косичка даже. Вот такой вот сыр. В общем, тель пейонир называется. 69 лир. Такой вот творожный для всяких вкусных десертов. Сколько стоит? 150 грамм 28 лир. Вот. Есть такой обычный твёрдый сыр. 400 грамм 99 лир. Так. Клубника 400 грамм 45 лир. А одна штука авокадо 27 лир стоит. Далее посмотрим. Молоко. Кстати, молоко я обычно всегда беру из холодильника. Потому что, которые на полках стоят, они не портящиеся. Они обычно в них добавляют всякие химии, чтобы не портилось. Так. Кефир. Литр кефира 35 лир. Айранстакан стоит 6 лир. Есть за 5 лир. Есть вот йогурт. Он, короче, пожирнее 8% 900 грамм 75 лир. Вот. Мы всегда берём для еды 4% йогурт. Там полтора, два, две тысячи грамм 51 лир. Вот. А что ещё показать? Здесь тоже есть всякие йогурты, сыры, всякие вот такие вот ломтики сладкие по 7 лир, по 9 лир. Опять-таки, сыры. Кстати, очень мне понравился вот этот сыр. Очень. Чубук. Чубук пионер называется. И 250 грамм стоит 67 лир. Мне он очень понравился. Также я люблю ещё сыр, который похож на пырынзу. Ну, такой солёненький. 149 лир за килограмм. Называется он Тазе Бияс Пионер. Не путайте с Сузьме Бияс Пионер. Они как бы на упаковку, когда смотришь, как будто одинаковые. Но вот надо брать именно Тазе Бияс Пионер, а не Сузьме. Сузьме это именно вот творожный такой, как бы... Вот он, Сузьме. Килограмм стоит 164, 155. И вот именно Сузьме, он как, знаете, вот... Даже как фита, что ли. Вот, смотрите, так же пишут. Сузьме. Тазе Бияс Пионер. То есть вот где слово есть Сузьме, это вот более на... Похоже на творожный сыр, на фиту. Ещё бывают там яглы, это жирные. Бывают ярым яглы, это такое полужирные. Вот. Что ещё? Сливочное масло у нас здесь подорожало. Реально подорожало. Килограмм стоит сейчас 279 лир. 82%. Вот. Есть, конечно, такие обычные сыры. Всякие. Там пишут и чечил есть. И разные-разные сыры. Можно и моцареллу найти. В Турции она называется мозарелла. Вот. Колбасы не похожи на наши. Я уже говорила вам много раз. Что ещё интересно вам рассказать? Так. Ну, вот это вот... Маргарин, понятное дело, так и пушит маргарин. Он здесь дешёвый. А что ещё интересно рассказать? Так. Дана. Это говядина. Знаете уж. Бывают такие колбасы из... Из хинди. Это индейка. Вот как бы более-менее самые нормальные колбасы. Это из хинди. Но их надо брать без всяких там орешков. Потому что они добавляют ещё орехи туда. Вот. Мне больше всего нравится из всего. Такие вот нарезанные кусочки. Называется пилич фюме. Вот так вот она выглядит. И обычно мы берём их. Мне нравится не пилич фюме, а хинди фюме. Пилич фюме – это из курицы. А хинди фюме – это из... Так. Смотрите. Видите? Написано хинди салам. Лучше вот брать хинди фюме. Он из индейки. Он очень вкусный. Вот, кстати. Вот он, хинди фюме. Так вот выглядят. И, наверное, это самое вкусное, что может быть в турецком магазинчике сетевом. Так. Продают вот филе куриное. Килограмм 190 лир. Окорочка 92 написано 50. За килограмм. Так. Печень куриная 75 лир. Бонфиле – это тоже типа филе. 195 лир. Ну и всякие уже такие, которые готовые, которые только разогревать. Вот. Я такие ещё обычно не беру. Так. Ну, здесь я, наверное, не буду показывать хозяйственные товары. Пройдусь по продуктам сегодня. Так. Кетчупы. Так. Кетчуп. Значит, килограмм кетчупа 39 лир. Майонез есть за 69 лир. Есть дешевле за 57-50. Ну, я так понимаю, это аз яглы. Меньше жирности. Это больше жирности. Вот. Томатная паста по 730 грамм 34 лиры стоит. Уксусы. 2 килограмма уксуса 28 лир. Яблочный 750 миллилитров 19 лир. И соевый соус 250 миллилитров 39 лир. Всякие калевые соусы по 59 лир. Ну, и здесь всё консервированное. Консервированные оливки, допустим, килограммчик стоят 84 лиры. Несквик. Несквик в подушечках. 310 грамм 54 лиры. О, появился Несквик. Смотрите. Килограмм 119 лир. Такой вот в шариках Нескок. Так. А раньше, помню, за 69 покупала. Ну, это в шоке было. Наша овсянка, которую мы обычно все кушаем на завтрак, выглядит вот так. Это, которая мягкая, которая быстро разваривается. Это жёсткая. Стоит за 500 грамм жёсткая. 42 лиры. Мягкая 350 грамм. 42 лиры. Вот. По поводу маслин. Ну, это и есть оливки. Чёрные маслины, как у нас принято говорить. Это просто зрелые оливки. А зелёные – это просто незрелые оливки, которые срывают зелёными и маринуют раньше времени. Вот. Халва. Халва 500 грамм 65 лир. 54 лиры есть. Со вкусом какао. Что ещё показать? Ну, и молоко такое обычное, которое стоит на полках. Думаю, в него много что добавляют, раз оно не портится. Вот. Ну, цены есть и за 26 лир молоко, и за 21 лир молоко есть. Так, яйца за 30 штук 79 лир, друзья. Как-то так. Ну, наверное, на сегодня хватит по продуктам. Так и не пишите вы мне, что вам интересно. Пишите. Посмотрю в следующий раз, когда зайду. Ну, а я, друзья, купила чисто полотенцы бумажные и молоко. Потому что на выходных мы с мужем набрали всё, что нужно было. Вот. Так что налегке сейчас иду домой. Иду домой, понимаю, что жарко, но ветер холодный. Вот. И это май, друзья, многие приезжают сейчас сюда на отдых. И, конечно, жалко, если кто вот собрался сюда именно на этой неделе. Потому что вся неделя такая вот, ночью холодно. Но днём, конечно, солнце нагревает, прям припекает, и становится жарко. Но из-за ветра всё равно купаться не очень, конечно. Особенно если ехать с детьми. Вот. Если не привыкли, то, конечно, купаться в этом море сейчас пока ещё детям нежелательно. Вот. Буквально, наверное, неделя пройдёт. Я надеюсь, что уже устаканится, тепло будет. Хотя вот, по сути, когда очень сильно жарко, постоянно, ну, для нас не очень. Для меня, наоборот, вот такая погода классная. Единственное, на выходные хочется, конечно, ходить на море купаться. Вот только вот я бы вообще за, чтобы была такая погода. Прохладно, хорошо, прям. Как наше лето, если честно, как у нас вот обычно лето. Оно бывает. Погода портится вот так вот прохладно. Ждёшь жары летом. За всё лето, там, пару дней жарких, я помню, насчитывала. Ходили мы на речку купаться. Вода была всегда холодной. Вот, как-то так. Друзья, у нас настал новый день. Сегодня 7 мая, вторник. И на улице вроде солнце светит. Но я накинула кофточку, потому что еду на велосипеде, на электровелосипеде. Сейчас поеду в магазин, хочу купить баранины. Сначала я сниму денежку, конечно же. Рядом банкоматов нет, поэтому нужно доехать по этой улице до конца, вот, чтобы снять денежку. Потом, наверное, заеду либо в Мигрос, либо в какой-то мясной отдел. Посмотрю, сколько стоят баранина. Хочем мне сделать сегодня шашлыки, друзья. И, друзья, остановилась я вот на пересечении, где находятся Кары, Фур, Мини и Мигрос. По пути думаю, дай-ка я зайду, посмотрю, сколько стоят. Вот, если здесь нету вообще то, что я ищу. А я ищу ребрышки, вроде называются они. Или лопатки. Я вечно путаю, короче, как пистолетики такие. Вот. И посмотрим еще по ценам. В любом случае. И мне сейчас еще за деньгами ехать. Ну, мы сейчас посмотрим, сколько здесь стоит. Так, мясо. Мясо свежее. 719 лир. Говядина. Дана эта говядина. Сейчас узнаем, сколько стоит баранина. Так, ну что, вот получается эта часть... Ну, это, получается, ребрышки. Сейчас я посмотрю. Ну, в общем, цена 499 лир, сказали. Вот. За килограмм. Но сказали, через полтора часа только подойдет человек, который будет все это делать. Так что я поеду сейчас дальше. Короче, я тут немного постояла, потупила. И интернет мне в помощь. Разобралась, что такое перзола. Перзола это и есть как раз таки корейка. А мне нужна именно вот корейка. Это, получается, мясо на ребрышки. Ну, как бы вот так вот. Сейчас поеду еще дальше, посмотрю. Сейчас зайду еще в карафор. Посмотрю, там сколько стоит. Есть ли вообще. Цена 499 лир, друзья. Что скажете? Вообще дорого для вас или нет? Умножаем на 3, кстати. Короче, тут нету. И, друзья, остановилась я в еще одном. Вот здесь вот еще одном магазинчике. Там 450 лир. Но, говорит, опять-таки после обеда почему-то сейчас жарко очень. Так что я дальше еду. Смотрите, какой магазинчик, друзья. Я заметила здесь. Написано. Смотрите, что продают. Всякую традиционную посуду и всякие вещи. И еще я давно хотела зайти в магазин очков. Но хочу очки хорошие с корректирующим эффектом. Сейчас посмотрим, узнаем. В общем, друзья, померила пару моделей. И вот здесь вот напротив отеля Геоксу есть магазин хороший. Сказали, что в воскресенье они тоже открыты. Мы потому что с мужем давно хотели купить. Но так как он постоянно работает, в будни не получается. А на выходных всегда все закрыто. До сюда мы не доходили. Он, оказывается, работает. И еще в воскресенье в Турции, оказывается, будет день мамы. Будут скидки на каждую пару по 150 лир. Я думаю, мы, наверное, сюда придем с мужем. А выписывайте, какая модель мне больше понравилась. Больше подошла и вам понравилась. Решила я купить в Мегросе. 499 лир. Мне его прям почистят. Приготовят и сделают прям как надо. Говорите перзола. И вам сделают не только из баранины, но и из курицы тоже могут почистить. Убрать кожуру, убрать косточку, которая самая такая, верхняя, на курочке. И оставят прям для шашлыка все. И, друзья, даже отбиваются. Посмотрите. И, друзья, я уже дома. Сейчас будем готовить. Вышла у меня на 781 лиру полтора килограмма. Ну что, друзья, посолила, поперчила я мясо. Полила гранатовым соусом, оливковым маслом. Решила еще немного добавить чеснока. Много не нужно. Три зубчика на полтора килограмма достаточно. Лимонный сок. Можно добавить какую-то травку, приправу на свой вкус. И, друзья, отправляем в холодильник. Готовим шашлыки. Правильно, в холодильнике. И, друзья, вышли мы на прогулку, покормить собачек. Остались у нас косточки. Оставили немного и кошечка. Сейчас вот это вот отдадим собачкам. Шашлык очень получился вкусный, да? Да. И вот так вот прогулочка перед сном. Самое то. Тем более после баранины. Баранина жирненькая. И прям чувствуется, что ужин был очень плотным, друзья. И, наверное, я буду заканчивать этот ролик. Всем желаю счастья, друзья. Радости. Мирного неба над головой. Мира в душе. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok